Продолжение следует... Я нахожусь в весеннем лесу, погода замечательная, светит солнце, тает снег, поют птички. Хочу провести еще небольшой тест вот этого ножа, который разыгрывается на моем канале, от мастера Алексея Познякова. Напомню, сталь Д2, закалка на 58 единиц по роквиллу. Что я хочу сделать? Я хочу разрубить вот эту вот мертвую ветку, которая упала и сейчас висит на орешнике. Вот. Ветка, она в обхват кисти ровно, то есть достаточно толстая. Вот на фоне ножа выглядит это вот так. Ну что ж, порубим ее немножко. Так. Вот. Вот. Продолжение следует... Собственно, вот и всё. На ноготь не чувствую ровным счётом ничего. Сейчас покажу вам место сруба поближе. Ну вот, я думаю, видно, что это не трухлявая берёза. Она мёртвая, без сомнения, о чём говорят вот эти вот чёрные полосы. Вот эти вот. Но это не трухля. Вот такая вот веточка. Висит она, отломанная, вот на орешнике. Ну, собственно, я считаю, что нож с задачей справился на ура. С ножом ничего не случилось. Сейчас попробую показать режущую кромку. Особо не видно её так. Но, прошу вас поверить на слово, ровным счётом ножу ничего. Собственно, это и неудивительно. Закалка у Алексея Пузнякова производится нигде-либо на его клинке из стали Д2, а делает он её сам по своей технологии. И, честно говоря, меня эта технология пока радует. Надеюсь, и в будущем будет радовать. Давайте ещё попробую построгать палочку, насколько это удобно. Ну, вот, колышек я сделал. Попробую за подпальцевую выемку вот так держаться и работать уже более аккуратно, так сказать. Сучок. Сучок. Собственно, удобно. Так, что так. Мне нравится, как работает. Вот такой вот колышек получился. Вот так вот нож отрубает веточку. Ветка нетрухлявая. Собственно, работает нормально по дереву. Это не мура, конечно, но вполне себе сносно ведёт. Универсальный нож. На охоту самое то будет. О, дятел желно кричит где-то. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Увидимся на канале. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...